МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Следующая лекция, которую я предлагаю вашему вниманию, это лекция по теме нравственность, мораль и право. Начнём с права. Некоторым людям очень нравится право, они любят заниматься юриспруденцией, они хотят изучать юриспруденцию и так далее. Но надо при этом хорошо понимать, что такое право. Надо сказать, что до Маркса понимания того, что такое право в науке не было. И даже такой титан мысли, как Гегель, в вопросе о том, что такое право, не разобрался. Если вы возьмёте гегельскую философию права, то можно сказать, что это свидетельство того, что на идеалистической основе даже такие великие люди, как Гегель, которые знают диалектику, изучают диалектику, которые эту диалектику разработали, систематизировали, разобраться в этом вопросе не могут. Почему? Потому что, что касается исследования общественных процессов, их невозможно исследовать на идеалистической основе. Как только наука об обществе встала на материалистическую основу и был создан Марксом и Энгельсом исторический материализм, вот с этого времени стало возможным объяснять многие общественные явления, что такое государство, и что такое идеология, и что такое партия, и что такое классы, и что такое право. Что такое право? Ну, вопрос о праве тесно связан с вопросом о государстве. Государством мы разбирались. Что такое государство? Это организация силы для проведения политики определенного класса. Во-вторых, это та машина, которая обеспечивает с помощью силы экономические интересы класса. Поэтому самое, так сказать, основное в вопросе права, в вопросе юриспруденции, это выяснение экономических интересов того класса, который является господствующим. Вот если вы разобрались в интересах класса, то есть вы разобрались в экономической структуре общества, вы выяснили, что выгодно классу. Вот тогда вы разобрались в праве. А если вы в этом не разобрались, то изучение права, изучение юриспруденции – это пустое дело, потому что вы изучаете, что принял на очередной, так сказать, сессии… и… Здравствуйте. Что? Присаживайтесь сюда. Что принял на очередной сессии орган, который представляет законодательную власть. И тогда получается, что вот юристы – это люди, оторванные от экономики, оторванные от объективной основы, на которые держится право, они не способны ни понять право, ни объяснить его, они являются людьми книжными, бумажными. Есть, я сказать, правовые нормы, эти правовые нормы используются судом, суд решает дело, как он решает его. Некоторые думают, что суд выясняет истину. Но это было раньше. У нас записано в праве. Сейчас это не записано. Более того, председатель Следственного комитета, наш товарищ Бастрыкин, который у нас работал в университете и был старостой группы, где учился товарищ Путин, и который у нас был заместителем председателя, заместителем секретаря парткома по идеологии, я его хорошо знаю, поскольку был заместителем секретаря партийного бюро Экономического факультета по идеологии и ПХ, и он как бы был мой непосредственный начальник. Вот товарищ Бастрыкин везде выступает давно и последовательно за то, чтобы суды выясняли истину. Однако в процессуальном кодексе это изъято положение. Нет такого. Не написано, что суд выясняет истину. А написано, что судебный процесс, носит состязательный характер. Вот если мы с вами судимся, а кто кого переговорил, тот и выиграл. На ту сторону и встает суд. Поэтому кто имеет разные приемы для этого, какие существуют приемы? Суд буржуазный. Что значит буржуазный суд? Не только суд в орган буржуазного государства, но, во-первых, вы, наверное, знаете, кто назначает судью. Судью? Тогда я отойду назад в советское время. В советское время судей, народных судей выбирали. Как их выбирали? Раз в пять лет. Из числа квалифицированных юристов. Народ, население выбирало судью. Но осудил этот судья? Нет. Еще было два народных заседателя. А два народных заседателя только на один год выдвигались конференциями с ответственными коллективами, и они имели те же права. Вот сейчас представьте себя, у нас как раз с вами сидит такая вот коллегия. Два народных заседателя, которые сейчас явились и заседают. И юрист кольфистрированных. Я профессор по кафедре экономики и права. То есть я мог бы претендовать на то, чтобы был судьей народным. И вот я вам в совещательной комнате, наверное, если вы были в суде, знаете, там есть совещательная комната. Вы начали совещаться. Я вам объясняю, объясняю, доказываю, а вам кажется неубедительным. Потому что вы руководствуетесь не только правом, а еще вы как люди из народа, решедшие, так сказать, от предприятия какого-то, вы вообще-то тоже имеете чувство справедливости и знаете, что справедливо, что несправедливо. И вот я вас убеждал, убеждал закон, то все. Начинаем голосовать. Как решается голосование в народном суде, в котором три человека? По большинству. Вы проголосовали за это, а я против. И еще решение получилось. Ваше. А я юрист. А вы не юристы. Я возмущен этим делом, требую, чтобы на следующий год были другие. А и так положено. На следующий год пришли другие. Я опять пытаюсь что-то провести, как квалифицированный юрист, а народный заседатель не решает. То есть народный судья должен был объяснить народным заседателям нормы права. А решать народный заседатель не исходя только из норм права, а исходя из того, что нужно трудящимся. И поэтому вот так действовал суд. Сейчас получилась довольно комичная картина. Имеется у нас замечательная комната в суде. Вы не были в суде так. Не захаживаете в суд, нет? Он у нас свободен для посещения. Хотя вот сейчас на входе в суд в связи со всякими терактами и прочим требует паспорт от вас. Мы показали паспорт. Или спрашивают, вы на какой судебный процесс. Если вы скажете, я хочу просто посидеть, я посетитель. Это наш суд же свободный. Так это они удивятся. Запишут, но пропустят. Потому что не имеют права не пропустить. Однажды я участвовал в одном процессе в газете «Народная правда». Главным редактором был не я, как сейчас, а Виктор Георгиевич Долгов. Долгов Виктор Георгиевич был главным редактором «Народной правды» с момента ее учреждения и до 1996 года. А в 1996 году он стал первым проректором нашего университета. Ну и тогда он, поскольку первый проректор, а газета, это разные такие паспаси, так сказать, он... А я был научным консультантом. Он стал первым проректором и остался председателем редакционного совета, где-то я стал главным редактором. Ну и вот, поскольку мы там очень острые статьи всякие публиковали, судить они хотели долгого. Ну а меня не стал не пускать. Лейтенант стоит, не пускается. Я говорю так, либо вы сейчас пускаете, либо я вот сейчас записываю, что вы, лейтенант, как в вашей фамилии какой-то, превращаете закрытый судебный... Открытый судебный процесс в закрытый. Ну что, у вас нет ни прав, ни каких-то, так сказать, полномочий. Он сразу раз, как дверь в метро, отодвинулся, и я спокойно прошел. Так вот, то есть, по идее, может у вас сходить. И вы увидите, там есть совещательная комната. Вот если это городской суд, то там трое судей. Там они действительно совещаются. Правда, там очень быстро это делается. 15 минут они быстренько бегут, там посвящаются, быстренько выскакивают, и уже готовы решения. Из чего следует, что они, наверное, это решение, так сказать, вот не там, в этой комнате принимают, даже и раньше оно. Подготовлено. Ну, по крайней мере, там совещается. А вот мне приходилось отводить судью. Потому что иногда, вот мы пришли в суд по важному делу и сидели два часа в ожидании того, когда, наконец, закончатся другие процессы, а начнется нас. Ну и по этому поводу, а нам перед этим председатель суда объяснил, что вот сейчас судьи очень загружены, поэтому мы вот ваше дело передаем незагруженному суде и, так сказать, вот, пожалуйста, имейте в виду. Вот открывается, наконец, судебное заседание. А это очень важно знать с начала. С чего начинается судебное заседание? С чего? Не знаешь? Сейчас встают и приветствуют. Да, просто все встают. Я говорю, судя встать, суд идет. А, да. И сейчас встают. Встают. А потом что? А потом, наверняка, вы уже не знаете. Ну, что потом? А что дальше говорит судья? Ну, там обвиняемые что-то там. Чего? Ну, как начинает процесс представления, что такой-то обвиняемый обвиняется в том-то, нет? Нет. Значит, вот это тут уже начинается юриспруденция. Люди, которые, так сказать, не поднаторели в этом деле, там, не бывали на судах, не читали процессуальный кодекс, вот их, так сказать, поэтому всякого рода юристы, адвокаты могут ввести в заблуждение, они чувствуют себя не в своей тарелке, потому что они не знают таких вот очень тонких вроде моментов, которые везде записаны в соответствующих книгах. Есть процессуальный кодекс, там расписано, как должен проходить суд, с чего начинается, кто что говорит. Есть гражданский кодекс, есть уголовный кодекс, есть кодекс об административно-правонарушениях, а есть уголовный процессуальный кодекс отдельно, как идет, совершается сам процесс. Есть гражданский процессуальный кодекс, как решаются вопросы между организациями. Ну и есть административные процессуальные, как вот, если нужно вас оштрафовать, то в каком порядке это происходит, решение, потому что Кодекс о административных правонарушениях не предполагает заключение в тюрьму, решение о свободе. Вот такая получается картина. И вот начинается суд, судья должен сказать, что суд в составе дела ведёт, вот такое-то, такое-то делает суд в составе, и называет себя, судья такая-то или такой-то. Ну вот судья такая-то в данном случае. А помощник суди такая-то или пресекретаря таком-то. И судья обязан спросить, какие есть заявления, отводы до начала судебного заседания. Есть? Есть. Я поднимаю руку, встаю, у меня отвод кому? Судья. Судья в самом начале. Вот если вы это место, этот момент пропустите, уже поздно. Так что уже всё. А вот это то место, где надо сидеть, ворон не ловить и выступать сразу. Отвод, скажу, вот мы считаем, что судья не может вести процесс. Почему? Потому что она очень загружена, перегружена. Вот нам председатель суда объяснял, вот лично к вам, вот у нас претензий нет, лично к вам. Но как к суде есть. Потому что судья так должна организовать дело, но чтобы не получалось, что люди два часа сидят. Их во всех вот судах, где мы были, по крайней мере там расписано примерно там, ну с точностью до 20 минут, во сколько будет начинаться это дело. Итак, это организация суда. Ну, я понял, что вы так перегружены, что вам вы не можете это организовать. А раз вы не можете это организовать, мы вам не как человеку, как человеку мы доверяем, а как судье не доверяем. Поэтому я делаю вам отвод. А в профессиональном коры всегда описано, что в этом случае, если сделан отвод, что должна сделать судья? Судья должна остановить процесс. Она со мной не может спорить. Не может. Она должна остановить процесс, уйти в совещательную комнату. Сейчас это довольно комично выглядит, потому что там совещаться и не с кем, кроме как с самой собой. Потому что суда, вот все говорят, ну вот было время тройками решать. Да к тройке это в три раза больше судей было, чем сейчас. Сейчас единичками решать. Единицей. Вот эта судья ушла в совещательную комнату, и минут 40 там она обдумывала, что возразить. И она должна письменно написать решение в связи с этим заявлением. Ну, а мы тут все гуляли. Раз мы два часа уже просидели, тут мы еще отдыхали. В зале судебного заседания или рядом можем посидеть. Нас никто уже не выгонял. Суд идет, она вышла, так сказать, в совещательную комнату. И вот она приходит, через 40 минут начинает, что она не родственница тех, с кем мы судимся. Что ей никто взяток не давал. Что она и то, и то, что я не такая плохая, и не такая, и не такая, и не такая. И все защищаются, что, так сказать, она все делает правильно. Что она ничего не делает неправильно. И в итоге я приняла, что она принимает, какое определение. Вот в конце суда принимается решение. А решение, которое принимается по ходу дела, называется определение суда. Определение, то есть предел положен другому. Предел вот это, определение суда. Так, принимается решение отклонить. Ну, можно подумать, что я не знал, что это отклоняется. Я-то знал, что отклоняется, но как потом хорошо все было. А потом следующая фраза. Какие заявления до начала процесса? Заявления. Ну, я делал, я всегда делаю там, ну, до 17 заявлений разных. Допустим, вы со мной вот судите, и вы – истец, а я – ответчик. Значит, кто должен первым выступать? Истец. Ну, вот и ждите, когда вы будете первым выступать. А пока я, у меня есть 20 заявлений, которые идут до начала процесса. И я вот про вас сделаю заявление, что вы такая, и такая, и то не такое. И про вас сделаю заявление, и такое, и такое, и такое, и это, и второе, и третье, и четвертое. А вы первые должны встать, все ждете, когда вы первые будете встать, все ждете, я все выступаю, и выступаю. Но я не должен долго говорить, потому что по поводу заявления я должен сделать заявление письменное. Причем культурно передаю другой стороне и судье. И вам, и вам. Теперь следующая бумажка. И вам, и вам. И несколько слов по этому поводу. И все у вас дальше. Топлю вас, топлю, и топлю, и передаю, и передаю. А вы все ждете, все, вы думаете, что это… Потому что что написано в процессуальном голосе? Что суд носит состязательный характер. Не написано, что суд выясняет истину. Истину не выясняет суд, другими словами. Ничего такого в законе. А состязательность в чем состоит? Если я вас переиграл, ну, так я и выиграл. А вы все сидите и молчите. Потому что вы к этому не приготовились. У вас нет этих семнадцати. И судья, раньше бы она меня торопила и прервала. После того, как я ей отвод сделал, она сидит и всем моим дает мне возможность выступать. Все время тишина, все хорошо, обеспечивает порядок и так далее. И в итоге вы получаете тогда свое первое слово, когда вы уже двадцать выступлений против вас сделал. Видите разницу? Ну, это, так сказать, люди, которые не поднаторели в вопросах юридических и думающие, что и суд и истину. Я вот обращусь в суд, и что будет, мне этого не знаю. Или другой эпизод уже связан не со мной, а просто я присутствовал на суде. Я пришел в выборский суд, хотел поговорить с судьей. А с судьей надо говорить не тогда, когда он судит. Он когда судит, он как бы весь уже в этой одежде, в своей судебной, черной. И он уже как не человек, а как, так сказать, пружина этой самой машиной государственной. А вот приехал на прием, и вот так же можно как с вами поговорить. А вот я вот такое-то хочу, да это. Вы что, вы посоветуете? Она вам посоветует что-нибудь сделать. А у нее приема нет. Она в приемные часы свои устроила заседание суда. Ну, а на заседание суда-то я могу присутствовать? Я присутствовал, ждал, когда она закончит. И, так сказать, на нее смотрел, она на меня и видела, что ей придется все-таки меня послушать. Закончить судебный процесс и со мной встретиться. Потому что я пришел во время, когда у нее время приема. Она в это время, вместо того, чтобы принимать граждан, она занимается другим делом. И вот, а дело такое. У одной медсестры из Карелии дочь заболела, пятилетняя. Она ее отвезла в Алмазово. В Алмазово стали лечить, она умерла. И вот эта медсестра, считая, что неправильно лечили, и это привело к смерти дочери, написала заявление в суд. Ну, а что сделал Алмазово? В центре Алмазово. Нашел. Нашел организацию, которая привела экспертизу. А как экспертизу? Вот если я, скажем, профессор, как вот, есть у меня друзья-профессора? Есть у меня друзья. Вот вы на меня написали, а я пошел за экспертизой. И написал, что этот вообще вот результат экспертизы, что вот с такими студентами вообще даже общаться нельзя. Давно их было выгнать. А и Михаил Васильевич Попов проявляет гнилой либерализм, недопустимый в государственном университете. Ну, что они в таком роде. Ну, так же и с врачами. Мы же должны понимать, что это все, это человеческие отношения. Нашли медиков, которые написали, что все правильно лечили. Судья говорит ей этой медсестре, что, ну, это еще не все, это у нас не последнее разоседание. Дело в том, что вы тоже можете заказать экспертизу. Заказать экспертизу. И потом мы сделаем экспертизу. И вот она рассказывает это этой сестре. А я-то знаю, чем это закончится. А чем это закончится? Экспертизу-то надо деньги заплатить. И не маленькие. Это вот медикам они могли сделать экспертизу. И, так сказать, как бы и деньги, наверное, не платили. А если платили, то через перевод. А экспертизу, я строительную экспертизу однажды заказывал. 11 тысяч рублей. Но это было давно-давно. В 2004 году. Сейчас, я думаю, что будет уже не 11 тысяч, а 60 или 70 тысяч. А у нее зарплата, у этой медсестры, ну, какая сейчас зарплата у медсестры сейчас в России? 9. 9. Вот она закажет экспертизу. Она влезет в долг. Вот. Да? А потом она, естественно, проиграет этот процесс, потому что потом суд сделает экспертизу. А суд куда пошлет? В медицинское учреждение. А медицинское учреждение будет... Они же против своих медиков будут выступать. Не будут. Скорее всего. И кончится это дело тем, что будет она проиграть суд, и в конце в решении суда будет записано, что оплата за экспертизу, которую делал суд, возлагается на кого? На проигравшего или на победившего? На проигравшего. И с этой медсестры, мало того, что она, вот у нее дочь умерла, значит, она будет большая сумма денег, а она эту сумму денег поплатить не сможет, и в нее отнимут квартиру. Потому что... Вот заключение. И этим закончится это все дело. Вопрос, пожалуйста. У меня просто мать врач, и не всегда дети или люди умирают из-за того, что они правильно уничтожили. Что они дали? Ну, не всегда дети или люди умирают из-за того, что они не правильно уничтожили. Ну, конечно, не всегда. Это я хочу сказать, что это не всегда, но в данном случае, если человек... Это не в суде, такие вопросы решаются. От того, что вы пойдете в суд, ну, идите и разбирайтесь с врачами. Есть разные врачи, есть толковые, есть бестолковые. Всякие есть врачи. И они будут разбираться. От того, что вы подойдите в суд, вы только поставите себя в положение, так сказать, воюющей стороны, ну, тогда ваше положение... Ну, как может воевать один человек там со всеми медиками? Ну, это не надо воевать. Ну, если вы хотите выиграть какую-то битву, вы должны соразмерить силы, так сказать. Раз состязательный характер. Вы хотите по состязаться со всеми медиками? Я думаю, что я проиграю. Если я буду со всеми медиками. А если речь идет о конкретном, ну, по крайней мере, надо начать с того, чтобы найти, так сказать, какую-то... Начать надо со своей тогда экспертизы. Сначала получить экспертизу объективную. Найти это, толковых медиков. Делать экспертизу. Они напишут, что это правильное лечение. Неправильное лечение. Разберутся. Или мне объяснят, или мне объяснят, что это было неправильное лечение. А если объяснят, то спасибо сказать, перестать воевать. Не надо же на все случаи... Люди говорят, идите в суд, идите в суд. И начинаются эти приключения, которые очень часто заканчиваются в минус для тех, кто подает в суд. Надо меньше ходить в суд и использовать другие возможности, которые есть. Суд – это же тоже спор. Только спор, перенесенный на формальную основу. Зачем ее переносить на формальную основу, когда вы хотите проконсультироваться? Докодите к медикам, к другим, к третьим, четвертым, поинтересуйтесь. Вам и расскажут примерно то, что вы мне рассказали. Ну, что делать? Бывает. Бывает. Потому что такая, так сказать, судьба у медиков, что они всегда кого-то не удовлетворили или что-то не получилось. Ну, что делать? Вот у нас завтра событие хоронят бывшего декана. 30 лет был деканом математика-механического факультета. Леонов. Привезли... Я с ним встречался, поскольку я мосмех кончал, я с ним встречался неделю назад в троллейбусе. Вдруг я увидел его, мы вышли вместе, поговорили про клик. Оказалось, он попал в больницу, а позавчера умер. Что тут может быть? Ну, и что? А где он умер? В Алмазово. А что Алмазово? Боги там, что ли? Ну, человек уже тут умирал. Попал, но не успели спасти. Но если люди не успели спасти, что с ними воевать надо? Ну, это не вопрос. Короче говоря, вот надо запомнить, что в нынешнем судебном процессе, в российском, суд истину не выясняет. Не то, что они не выясняют, суди стараются, но это не требуется по процессуальному кодусу. Просто состязательный характер. Вот сколько я могу доверенно перед судить, если я вот с вами буду судить? Вы придете и будете вдвоем. Причем у вас он в качестве кого будет? А? Вы ему дали доверенность? Не дали. Все тогда, молчите. И будете выступать? И служба судебных прессов по охране порядка в судах она вас выставит. Поэтому, если слово скажете, последнее раз вас предупреждают. Все. А я, конечно, дал доверенность. У меня два адвоката для мебели. Почему? Потому что адвокаты солидно выглядят. Ну, я знаю, что адвокаты за деньги работают. А вдруг им другая сторона больше приплатит, они туда перебегут. Поэтому особенно надеются на этих... А потом они вообще на этом поле деньги собирают, поэтому не надо надеяться на них. Потому что они никогда в серьезную такую войну не пойдут. С судом. Или с кем-то еще. Значит, адвокаты само собой. И еще, допустим, семь человек доверенных лиц. А вы истец. Как вы и сказали. Вы истец, и вы первые выступаете. Вы первые выступили, и все. Потом у моих идет два адвоката, и еще восемь человек. А я в конце. Если что-то они еще не сказали, я в конце и подшлифую. Я такой мягкий-мягкий, потому что все, что против вас плохое, то, что надо было сказать, сказали эти люди, юристы. И разные мои доверенные лица из разных областей. А мне в конце только некоторые замечания делать. И когда протокол откроют, протокол берется сюда, там ваше выступление, вот такусенькое, а мои выступления, все в мою пользу, вот такусенькое. Ну и... Это люди мало что знают, мало кто делает, потому что они думают, вот, приду суд, суд все решит. Ну, это же такая форма спора. Ну, если спорить, надо знать этот процесс и в него входить. Короче говоря, если речь идет об разном праве, что надо изучать? Право или надо изучать экономику? Вот некоторые юристы думают, юристы, они изучают, изучают право. Ну, чтобы понять право, надо, оно же вытекает, право не из абстрактных каких-то рассуждений, оно вытекает из экономической жизни. Право осуществляется, это некие записи, которые вытекают из устройства экономики, из интересов какого класса? Из господствующего класса. Надо изучать экономические интересы господствующего класса. Вы пришли со мной сражаться от имени трудящихся. Ну, сражайтесь, а я, значит, нахожусь в суде, у меня есть свои позиции. И из этого следует, что не надо судиться. Надо, и можно и выиграть. Причем можно выиграть против, так сказать, вот тех, кто реально нарушил ваши права и интересы. Но для этого надо понимать, что если у вас судья стоит на стороне представителя этого класса и другая сторона стоит на этой стороне, так вам надо выставить вот столько доверенных влез. Чтобы вы победили. И вот сейчас делаются попытки настойчивые. Это попытки со стороны адвокатского лобби, чтобы в суде могли выступать представителями, правительными сторон только адвокаты. То есть никто за бесплатно, чтобы не приходил и не выступал за вас. А вот только те, кому вы деньги должны платить. Потому что адвокаты – это те люди, которые за деньги. Им какая разница, кого защищать? Вот, допустим, вы честный человек, а я преступник. Я ей даю полмиллиона, даю, а вы даете 10 тысяч. Кому он будет защищать, адвокат? Вот, значит, у нас был секретарем здесь по идеологии товарищ Денисов, Юрий Александрович, кандидат юридических наук. Вот он потом стал секретарем обкома, жена у него работала в адвокатской городской коллегии адвокатов. Я говорю, как к ней приду, сидят в коридоре кто? Лидеры всех бандитских группировок. Вот если вы лидер бандитской группировки, вы пойдете куда? К хорошему адвокату или к плохому? К хорошему. К хорошему. А если вы у меня забрали 100 тысяч рублей? Вы у меня забрали, у меня денег на адвокатов теперь нет. А вы 50 тысяч из того, что забрали, отдадите адвокату и выиграете. Ну, это же выгодно, так получается, как бы, вот это затраты. Или, допустим, 300 тысяч забираю, 100 тысяч адвокатов, 200 остается. Логично? Нормально. А адвокаты – это люди, которым как бы и формально, и юридически можно защищать жуликов. Вот я буду вас защищать, скажу, хоть он и зарезал, но он кошек любит, добрая душа. И вы эту добрую душу хотите засадить на столько лет в тюрьму? Потом можно ведь доказывать, что это в состоянии аффекта. А что значит в состоянии аффекта? До того, значит, своими речами там или чем-то возмутил вас, что вы уже не соображаете, стукнули меня по голове, и я умер. И что должен сказать адвокат? Ну, потому что человек был в состоянии аффекта. Он вовсе не такой. Он уже потерял контроль над собой. А почему он потерял контроль над собой? Это Михаил Васильевич такую лекцию считал, что он слушал, слушал, и пошел в такое состояние аффекта, что подожжел и стукнул чем-то тяжелым по голове. Компьютером, вот видите, два. И потом вторым. Человек умер. Но, Михаил, он не виноват. Товарищи судьи, примите его внимание, человек не виноват. А уголовный колес говорит, что если это было в состоянии аффекта, не надо привлекать его к уголовной ответственности. Со всеми бывает. И со мной может случиться, и с вами. И что же может случиться, у этого человека позади, а у него то, и все, и пятое. Его маму надо содержать, она престарела. И папа уже тоже нуждается в поддержке. А вы человека хотите лишить вообще опоры. Еще два человека пострадают. Но этот умер, и эти еще умрут двое. Мы это должны решать в судебном процессе. Короче, говорит, и человека освободили. Ну, а это все эпизоды, то, что я рассказываю. А если не эпизоды, а поставить вопрос. Что такое право? Вот я в лоб поставлю вопрос. Что такое право? Скажите определение. Только не говорите, что вы это слово не слышали никогда. Система норм. Система норм, да. Вот что я все время вас сажаю, сажаю, сажаю. Это норма такая. Что я вас сажаю, вас сажаю. Это норма. А то, что вы меня не сажаете, это не норма. Норма. Что значит система норм? Не сказали. А в чем смысл нормы-то? Любых, что ли, норм? Или какие нормы там сидят, вот в думе, что они в голову взбредят, то они и пишут, да? И нет никакого принципа. Все нормы разработаны государственной власти. А что такое государственная власть? Ну, что такое государственная власть? Это уже ближе. Государство, это что такое? Ну, мы это уже с вами как бы изучали. Государство – это машина насилия в интересах господствующего класса. Значит, нормы в интересах. Или другими словами, государство обеспечивает диктатуру правящего класса. А что такое диктатура? Это власть, неограниченная никакими законами. Так? Так. Значит, что вы должны сделать, когда пишете нормы? Чтобы нормы были в интересах кого? Правящего класса. И тут я со своими овощками пришел, хочу победить, опираясь на нормы права. Возможно это, но при известных ухищрениях. Я о некоторых ухищрениях вам рассказал. И в том числе и при известном недоверии адвокатам. Никогда не надо им доверять. Потому что адвокат сегодня мой, вот адвокат. Вот он, допустим, мой адвокат. А вы ему дали, предложили больше денег, и уже он ваш адвокат. И все. Ну вот адвокаты, почему они там столпились в приемной? Да потому что они хороших адвокатов покупают себе. Хороших. И у них главное, если они профессиональные адвокаты. Ну я вот не профессиональный адвокат, а просто знаю эту область. И у меня ученые звания, профессор по кафедре экономики и права. А это профессиональные адвокаты, они же только за деньги. А я вот 4 года защищал своего коллегу в суде, и читал дело, в котором было 75 томов. В результате чтения добился того, что следователи этого убрали вообще с работы на ловую полицию. Но для этого надо читать и ловить, где они прокололись. А прокололись они на том, что они взяли, так сказать, конфисковали добро у компании и продавали это по цене, допустим, зимние сапоги, сапожки, полусапожки женские, меховые 6 рублей за пару, масло подсолнечный литр полтора рубля за литр, кофе тоже рубль или полтора рубля за банку кофе растворимый и так далее. И продали таким образом контейнер 20-тонный этого самого продукции. Ну, а это понятное дело, чем в итоге этого всего процесса товарищ моих никуда не оказался, куда его хотели запрятать. А вот эти граждане, которые завели это дело, их теперь нет. И вообще налоговой полиции больше нет. Вдруг ее взяли и прекратили, потому что там такие злоупотребления было очень много. Нету сейчас налоговой полиции. В один прекрасный день решили, что этой больше не будет. И все. Значит, это не просто система норм, а система норм, которые выражают интересы правящего класса. Ну, вот правящий класс заинтересован в том, чтобы воровство наказывать. Правильно? Заинтересован. Нет, ну, какое. Ну, он же всеобщая норма, уже ставится норма. Как-то знаю, какое. Любое. Поэтому он, хотя должен вам сказать, вот как вы думаете, если бы у вас украли денег или каких-то ценностей на сумму 2200 рублей, заведут уголовное дело или нет? А сколько надо у вас украть? 2,5. А, 2,3. Ну, может, сейчас уже 3 стало. Я не исключаю. Но раньше было 1,5. Да, так вот, потом я уже знаю, было 2,5, сейчас, может быть, уже и 3. Это значит, ну, раз это пружина, я знаю право, значит, если большие деньги, надо заводить уголовное дело, а мелкие деньги, и не надо этим заниматься. Ну, а там, у бабушки забрали 2200 рублей, а она плачет, а она говорит сутки. Да, ерунда. Что вы с этим пришли? Мелкие хищения. Да, мелкие хищения. Мелкие. А мелкое хищение это пошло с Никиты Сергеевича Хрущева. Если вы, наверное, до 500 рублей возьмете, ой, 50 рублей, это значит, не надо наказать. То есть вопрос не с воровством борется, а с крупным воровством. А начинать можете вовсю. Пока вы до крупного доберетесь. Вот. Значит, так что такое тогда право? В системе нормы созданы интересные правящие вопросы. Да. Ну, об этом, естественно, не должен на всех кричать, на всех углах и сообщать. Но это вот, это сущность права. Сущность вообще не дана. Сущность, вот ваша сущность, надо сказать, она дана непосредственно или она проявляется в действиях. Но непосредственно сущность же ее нельзя понять. Эта сущность – это то, что в глубине. То, что в глубине и то, что определяет. Как душа, человеческая душа. Вы видели? Душа на распашку – это тут редкий случай, когда она на распашку. То есть душа не на распашку, и сущность не на распашку. Она проявляется в действиях. Поэтому вот есть такое определение, у Маркса очень точное, очень ёмкое и каноническое. Право есть возведённое в закон воля господствующего класса. Право есть возведённое в закон воля господствующего класса. Возведённое в закон воля господствующего класса. А что значит возведённое в закон? Вы говорите нормы, нормы. тут не норма закон чем отличается закон от нормы что значит закон что это там по кругу бегаем мы хотим выяснить что такое право право это выраженное возведенный закон воли господствующего класса мы еще не знаем еще не знаем что такое право а вы говорите это право право это право мы когда легко не уйдем провозь возведенные закон воли господствующего класса что такое закон ну закон философии вот были распознающего класса не неправильно воля восточного класса вот у меня воля такая закона нет что есть обязательно что значит обязательно нет этого не объяснили что такое обязательно значит обязательно вот это норм это обязательно норма что такое вот уже ближе норма не не просто норма еще обязательного чем что-то обязательно чего придете рассказать это обязательно это должен вы должны если бы вы вы сейчас должны быть на луне но не на луне и что из того что вы должны я сейчас вам наговорю чего должны что за санкции ну что это сам как называть ну вот смотри вот это значит что это еще не увязана вот те категории которые мы разбирали из сессии категории права мы говорили о государстве что такое государство это организация насилие господствующего класса для проведения его в жизни его экономических интересов которые благодаря этому политическому выражению становится политическими интересами что такое право возведенные в закон закон это не просто норма норма которая защищается силой государства раз государством машина носили вот она сначала она сформулирует проголосуют но это еще не будет закон потом после того проголосует что происходит после голосования в доме законопроект перейдет куда совет федерации совет федерации если он поддержит этот законопроект он может не поддержать тогда он возвращается снова думали до тех пор пока они не найдут решение после того как оба обе палаты приняли решение этот законопроект поступает на подпись президенту президент обязан подписать закон но ведь разницу я как юрист сейчас выступая вы как не юрист и вы делаете мелкие юридические ошибки вот пока что тогда так начни обязана что он может вернуть на заработку это не это насчет импичмента это все было нет такого сейчас импичмент может объявить это было во все времена когда ельцин сейчас такого уже нету значит вы президент может вернуть назад а тогда собирается состав дума и совет федерации если они двумя третями две трети голосов принимает решение настаивающие на вот этом законопроекте то президент обязан подписать то есть он не обязан подписать с ходу он может вернуть но если соберут две трети голосов вот этого федерального собрания российской федерации он обязан подписать это разные процессы он может распустить думу но это я сейчас даже не знаю какие как пока каком-то случае есть такие случаи но это не тот случай может быть он в этом случае может и распустить но он обязан если он не распускает он обязан подписать вот такая штука так то есть на право из возведенный закон более воспользующего класса то есть кто не будете норма выполнять наказание государственное наказание эти и какие наказания они прописаны гражданском уголовном кодексе административа ходу все административных правонарушениях за что и какое наказание полагайте если никакого наказания не полагается это вроде как и норма права на самом деле она вид имеет норму права но никакой нормы и является таких очень много например весь трудовой кодекс заполнен начать статьями там написаны расписаны обязанности никаких никакого наказания за это не предусмотрен например такой есть коренной такое положение что государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы это что значит вот у нас сейчас инфляция инфляция она съедает частично зарплату да то есть если скажем инфляция 10 процентов то 5 процентов годовой зарплаты пропала но написано в трудовом кодеке 130 статьи что государство гарантирует обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты не выполняется это есть другая статья 134 обеспечение повышения уровня реального содержания зарплаты то есть цель зарплата должна расти быстрее чем цены тогда будет повышение реального содержания зарплаты что отвечать за это не прописано кто же отвечает меры тоже не прописаны они могут не в трудовом кодексе быть прописано где кодексе в административных правонарушениях допустим если это не выполняется то допустим 5000 и все будут смеяться над такой мерой на такой меры принуждения 5000 его я тут миллиона получаю за счет повышения цен а тут у меня будет наказание 5000 может быть уголовная ответственность есть нет скажем до пяти лет лишения свободы или 60 миллионов административного кодекса тогда это будут выполнять но если за не прописано то это только разговор то есть это декларация они норма права или в это вот нормы не норма заявление носящие декларативный характер ничего это никому не не обязывает и все или скажем отсюда существует у нас нормы рабочего времени сколько у нас часов рабочий день по закону сколько того нету законе ограничение какое есть вот какое есть ограничение по рабочему времени разные какие давайте перечислить ну и что не знаете что есть в 12 часовой рабочий день у них ну а вы говорите 8 ниже значит вам ночь надо значит надо взять другой период для того чтобы говорить в неделю сколько работ точно я написано такое и я не написано такое нет и вы не правы вы не правы не правы не по сути а по форме но или юридически вы сейчас занимаемся юридическим вопросом правильно а по форме начнет то сказал все нас юридически до 40 часов до 40 рабочей недели не более 40 часов у нас написано это что значит хоть пять часов делаете это дело ваше какой был коллектив договориться с администрацией заключить соответствующий коллективный договор но если не хочет коллектив говорится на работе хоть до посидения но не более 40 часов недели второе есть понятие сверхурочных работ что вы про это знаете сколько сверхурочных работ может быть в год угодно что ли а сколько а кто должен знать вы же будущий трудящийся грамотные эти обучившиеся университете сколько у нас причем вот посмотрите сейчас происходит почему вы наблюдаете что происходит гостарбайтерами они работают да совершенно верно так они приехали куда в россии в россии есть законы есть рабочая неделя они не знают если вы не знаете они тоже тем более не знают тем более не знаю значит ограничение такой не более 120 часов в год я как тот был на уголке литейного проспекта и белинского и там такое буквально кафе такое на уголке открыто что там может поместить один человек вот вы заходите туда и вам она льет кофе и дают какой-нибудь пирожок или пирожные и один работник я ее спрашиваю сколько вы работаете она ежедневно работает по 12 часов то есть у нее ежедневная переработка 4 часа то есть она работает без выходных без всего так работает то есть там страшно нарушение этого дела или вот люди которые на этой вот кукурузе которые поставили в лахте работает вы что думаете они там нет нарушения они работают там нарушая следующий принцип что в течение двух дней не может быть срокурочная работа не могут превысить четырех часов это написано трудом кодексе а у них получается превышение они постоянно работают 12 часов отражается на зарплате должно отражаться а в жизни по-разному бывает на хороших больших предприятиях где традиционно соблюдается закон соблюдается по-прежнему еще значит нормы такие первые два часа своих ручных работ оплачивается полуторном размере а дальнейшие сверх нормы оплачивается двойном размере то есть если вот скажем есть учетный период учетный период может быть день может быть еле может быть квартал месяц вот если скажем это неделя если в неделю учетный период и перебор допустим 30 часов вот первые два часа сверх 40 часов будут оплачиваться полуторном размере должны остальные 28 часов двойном двойном и сплошь и рядом рабочим говорят вы работаете вот сколько хотите заработать заработать и в два раза больше будете работать до раза больше будете получать а должны на самом деле получать если вы два раза больше вытероваться 3 получается двойная двойная оплата будет нет два раза будете не в 2 2 раза больше работаете да и за каждый но да 2 раза больше работали и в два раза будете получать, за каждое вот это в 4 раза, да, будет, в 4 в 4 раза будете больше получать а людям платят 2 и они довольны, что они вот деньги зарабатывают причем подрывается здоровье населения которые они потом, никакие медики вернуть вам не могут, потому что это связано с тем, что они не отдыхают не отдыхают и не восстанавливают свое здоровье скажем, я вот хорошо знаю ситуацию с докерами у них постоянно люди выходят на инвалидность радикулит, причем кажется, что такая работа у них механизирована перенемеханизирована и вся и вот я там однажды участвовал в субботнике разгрузка была американских окорочков такая тоже вся организованная все это построено на полной механизации, то есть вот вы находитесь в трюме корабля, ну это пятиэтажный дом весь этот трюм заполнен окорочками, это опасное дело коробки, плоские такие коробки по 30 килограмм опасно, потому что надо так, чтобы они не посыпались в трюме, не свалились и вас не прибили, они все замороженные эти окорочки вот вы там находитесь, естественно, в зимней одежде поскольку в мраде это холодильник вы находитесь в холодильнике и вот в этом холодильнике ваша задача очень простая взять коробочку и положить ее на поддон а дальше что идет уже чисто механический поднимают кран вон туда-туда видно там отверстие туда отверстие потом после этого кран это перемещает на погрузчик погрузчик отвозит куда? на железную дорогу то есть вагон погрузчик въезжает вагон у него есть эти полозья он это убирает и так сказать все там кладет там разворачивается кладет на место этот уровень у него меняется вот этих самых полозьях на которых находится есть и самая окорочка и короче говоря там все механически идет только рычагами и вот сколько движений которые нужно сделать ну ничего такого сложного не представляет вот что я должен взять коробочку и поставить на поддон и все и так сколько за смену и так 2400 раз вот если вы занимались спортом вы наверное знаете и даже не занимались знаете что зарядку делать полезно 20 наклонов там 20 ноги а здесь надо 2400 за смену естественно у людей вот здесь испарено а вы находитесь в холодильнике и это гарантированно у них этот сам радиополит и вот у них здоровые такие люди здоровые люди такие физически совершенно здоровые а они идут на инвалидность это еще длительное оформление так трудно это оформить и их так сказать они раньше уходят с работы им доплачивают потом через соцстрах или предприятия вот такая история и это тут нет еще тут нет никаких нарушений сверхурочных тут нет сверхурочных нет переработок ничего вот ну если у нас речь идет о чем что право это но система норм интереса господствующего класса то есть если он защищает гражданский кодекс для этого существует он очень четко защищает интересы собственников средств производства есть соответствующие меры предусмотренные в уголовном кодексе и административного административного кодекса административных правонарушениях которые обеспечивают интересы собственников средств производства а что касается вот трудового кодекса скажем нарушение невыполнения коллективного договора 5000 то есть скажем коллективный договор если его осуществлять потребует затрат от руководителя от собственника ну где-нибудь полтора миллиона а ответственность 5000 за невыполнение и что тогда делается здесь в законе остается красиво все из коллективного договора они выполняют уклонение от участия в коллективных переговорах 5000 вот если вы с меня хотите взять 5000 все вы должны сделать вот я вам должен вот я нарушил этот закон а вы вот те кто представляете коллектив который пострадал от этого нарушения а я вот хозяин и как вы будете со мной судиться вы подойдите на меня придете ко мне сказать дайте 5000 соответственно такой по закону во первых по закону во вторых я в суд не пойду а кто пойдет а вот у меня адвокат он пойдет а вы обращайтесь в суд вы пойдете в суд напишите заявление будете там ходить потом значит будет первое заседание потом второе заседание потом третье и вот представьте себе что вы выиграли вы выиграли выиграли я вот вам должен 5000 дальше ваши действия что пойдете делать я то вам так просто не отдам вот я теперь судебное решение в судебном решении написано попок Николай Васильевич должен отдать эмире к такому профсоюзному комитету такой-то организации 5000 рублей ваши действия как вы мне собираетесь взять 5000 в современной России рассказывайте в судебном приступе пойти надо с чем туда пойдете так придете в основном сюда вас вернут назад мы решение суда не рассматриваем нам они не нужны а что нужно вы хотите чтобы было исполнено решение или чтобы вы на стенку повесили чтобы выиграли у Попова это же уважительно вы выиграли это хорошо но так и повесьте и пусть и показывать будете другим студентам вот да я выиграл а вы хотите исполнить когда надо обращаться с чем ну вот это особенно так не афишируется а зачем это есть же нормы нам объяснить есть нормы мы знаем чего не интересах кому надо пусть узнает идите на консультацию к юристу приходите к ним на консультацию 50 рублей нет мало я заплатил 1000 рублей вот вы сейчас 5000 хотите получить сейчас 1000 рублей заплатите за консультацию пришли заплатили я говорю вам нужно пойти в суд и взять исполнительный лист а у кого его брать идите к юристу суда а судья нужен для этого не нужен вы с ней не придете она значит с ней договоритесь когда снова прийти она подпишет исполнительный лист у судьи и следующий раз вы придете то есть вы два раза сходите еще в суд один раз к помощнику суда все а второй раз снова к помощнику секретариум и получите исполнительный лист исполнительным листом вы придёте куда? В службу судебных приставов. Куда? Вы знаете где-нибудь хоть одну службу судебных приставов? Хоть когда-нибудь видели? Да. Где? Не обладите никого дома. Где? Около дома. Вот. Идёте туда, приходите, но вы должны туда по месту кого? По месту расположения того, кого надо принудить к исполнению решения суда. Если это вот меня хотите принудить, надо идти в Выборгскую районную службу судебных приставов. К старшему судебному приставу придёте и принесётесь к исполнительной листу. В одном дикаре даётся. Если вы копию не сделаете себе цветную, она потеряется, ну и всё на этом. Так, вы даёте копию, и что должен сделать старший судебный пристав, получив от вас? Вы уже поняли, что начинается охождение ваше, по мухам, за пять тысяч. Что? Запрос делать, потому что я думаю. Не. Да вы что? Ну, серьёзное дело. Я должен возбудить, если я старший судебный пристав, вы пришли, принесли исполнительный лист, это второй раз вы уже пришли. Первый раз с разрешением суда вас вернул. Теперь вы пришли с исполнительным листом. Я возбуждаю теперь исполнительное производство. Стоит, через неделю, я вам скажу, какой судебный пристав исполнитель будет вести ваше. Исполнительный проект вести будет, за пять тысяч. Вот вы приходите ещё через неделю, это уже третий раз вы приходите теперь. Третий раз приходите, я вам вот показываю судебного пристава исполнителя, вот он будет вести. А вы что будете делать как судебный пристав исполнитель? Я тогда просто ведь не отдам пять тысяч. Что вы будете делать-то? Ну, вы ей хоть расскажите, что будете спросить у него, что он будет делать? Что, если я не отдам деньги, он меня заберёт имущество. Что? Я дам деньги, заберёт имущество. Не понял. Я вам не собираюсь деньги давать. Почему вы не собираетесь, когда суд обязал отдать? Ну, что он обязал? Он обязал суд, но я не собираюсь вам деньги давать. Вы-то что будете делать? Сейчас просто так, вот я побежал, и ей, чтобы отдавать деньги, да ни за что. Суд подавали. Вы в суд? Да вы что? Я не знаю, как я поднимаю. Если вы не будете отдавать деньги, вы просто зададите судебный пристав. Нет, вообще, я на вас жалобу напишу, что вы, во-первых, не знаете своих обязанностей судебный пристав исполнения, чтобы вас уволили. И это дело забянет на счёт моих пяти тысяч надолго. Тем более, что я могу вас проинформировать, что количество судебных решений значительно превышает возможности судебных приставов по их исполнению. По времени просто. Не могут. Вот я в своё время помогал создавать профсоюзную организацию службы судебных приставов. И там одна главная, самая большая проблема, что вот у них столько времени рабочего, а чтобы все вот эти судебные решения, которые вынесены, выполнить, нужно гораздо больше времени. А они в 18 часов пойдут домой и не будут заниматься исполнением решений. Ну, вот будем считать, что вам повезло. Что вы должны делать? Вы должны написать мне письмецо. Какое? Вежливое или грубое? Да. Чего вы мне угрожаете? Чего угрожаете? Я же говорю, уважаемый Михаил Васильевич. Так? В соответствии с исполнительным листом, номер какой-то, выданным таким-то судом, прошу вас сообщить, согласны ли вы добровольно, сообщить, добровольно, выполнить решение суда и направляйте мне письмецо. Получил я ваше письмецо. Что я должен делать? Чего? Я тоже вам пишу письмецо. Уважаемый судебного пристала. Та-та-та-та-та. А вы ждёте пять тысяч. Ждите. Пишу письмецо. Согласен. И всё. А вы что дальше делаете? А вы к нему приходите ещё через две недели. Так как насчёт пяти тысяч? Он говорит, так я письмо написал. А какой результат? Так вот уже письмо получил, что он согласен. Так а где деньги? Вы начинаете, с кого требуют деньги? Вы с кем общаетесь? С судебным присталом? Если вы требуете. Он говорит, я снова напишу письмо. Пишите вы мне снова письмо. Уважаемый Михаил Васильевич, я вам направлял письмо от такого числа с просьбой сообщить, согласны ли вы добровольно выполнить решение. Исполнительный лист. Так вот, ещё раз вас спрашиваю, согласны ли вы добровольно выполнить решение исполнительного листа? И исполнить решение суда. Я что пишу вам? Уважаемый? Согласен. Если вы делаете 5000, то легче отдать, чем время тратить. Столько на меня. И особенно я. Это вы тратите время. А я-то что, я написал, согласен, и всё. Она пусть помучается. Она хочет с меня взять 5000. Это не так просто. И дальше что? А дальше подсказать вам, что вы должны сделать как суверенный приступ? Вы накладываете на меня штраф. Сколько вы можете мне наложить штраф? Тысяча рублей. Тысяча рублей вам право, дано право, норму права. Мы о них говорим. Тысяча рублей вы накладываете. И вот эти вот тысячи рублей вы можете взыскать с меня, там, зарплата и так далее. А так бы я отдал 5000, а так всего 1000 рублей. Ну, меня оштрафовали. А вы опять приходите и спрашиваете, когда будет 5000? Он говорит, так я уже оштрафовал ее. Но так все равно нет 5000. Давайте 5000. Он тогда снова меня оштрафует. Я зайдет, время идет, даже инфляция съедает за эти 5000 ваших. Съедает уже, уже тянется и тянется. А я не просто так. Я вот как только во на второй раз штраф такой меня закатал на 1000 рублей, я подаю в суд. На кого? На вас? Нет, на вас не подаю. Вы же выиграли. Вы святой человек теперь. Я на него подаю. Потому что он, так сказать, нарушает все нормы, которые, так сказать, требуют, чтобы судебный приступ вошел в положение, не занимался грубым администрированием и так далее. И даю 4000, оставшиеся от тех 5000, адвокатов, хорошего адвокату беру, и он выигрывает у вас. И с вас берут штраф 1000 рублей. А ваши деньги пока. Так было во время культа личности и тоталитаризма. Почему? Потому что судебные приставы были составной частью судебной системы. Нельзя было отрывать решение от суда, от его исполнения. Поэтому и не плодили судьи из толка решения, которые не выполнены будут. Потому что они знали, что, ну, если судей, у вас в судебных приставах мало чего выносить. Поэтому вот, а это называется разделение всякой власти. и вот разделили. Этот суд, он принимает решение, хоть тысячу. А это судебные приставы. Вот если при всем желании сейчас судебные приставы не могут выполнить все решения, потому что нету столько судебных приставов, надо же по закону все действовать. вы пришли у меня забирать наконец-то. Решили конфисковать. Потому что я не отдаю пять тысяч рублей. Он пошел на крутые меры. Хотя я уже один раз вот его уже в это дело пресервовали. Но он пришел, приходит он ко мне домой описывать мое имущество, как и делают судебные приставы. И выясняется, что у меня, вы такое слышали, был телевизор в советское время КВН-49, нет? Самый первый наш телевизор. Вот такой кран. Еще линза была такая, наполняет водой. И так она здесь вставилась и можно было смотреть. И вот он приходит ко мне домой, а я его не имею права не пустить, он судебный пристав, он исполняет судебные решения, так, Михалыч, я описываю ваше имущество. А где ваше имущество? Мой группу, это КВН-49. А это чего? Какой-нибудь там музыкальный центр. Это жены. А вот этот вот кинотеатр такой. А это дочки. А вот этот шкаф, это сына. А это тети, а это дяди. Ничего? Ну, как вы думаете, у того же там Захарченко, например, пришли к нему там? Он говорит, это все не мое. Не мое все. И вот эта злобная судебная система стала отнимать недивижимость от тети, от того, от того. И опять бедный наш председатель Следственного комитета Бастрыгин. Он говорит, что мы не покончим никак с этой самой коррупцией, и не будет успешной наша борьба, пока не будем конфисковывать имущество у семьи коррупционеров. А сейчас по закону, ну, вы с меня возьмите КВН-49 на здоровье еще. А вы его продадите как раритет. Судебная служба, наверное, может организовать торги и продать его. Я думаю, что можете выручить даже пять тысяч за такая ценность. Никто уже не знает, что такое КВН-49. Может, если поведет, то вы ей отдадите тогда. Ну, если не поведет, то ей объясните. Ну, мы что могли сделать? Все, все, что можно было сделать, мы сделали. Мы его штрафовали, мы его конфисковали. Ну, что вы еще хотите одна? А тогда вы жалуетесь уже на кого? На судебного пристава и судитесь с ним. Вы уже привыкли судиться сутенерша. Что вам не сидится на месте? И вы все судитесь и судитесь. Хотя я вас научу, поскольку и тут есть то, что знают, так сказать, юридически образованные люди, не знают необразованные. Как из этого выйти? На самом деле, кроме вот этой вот кутерьмы со штрафами и прочим, и с конфискацией, есть еще положение в уголовном кодексе, что невыполнение решения суда карается в уголовном порядке. Для этого в службе зверных приставов сидит человек, которому надо вам пойти и сказать, что давайте-ка мы возбудим уголовное дело против этого Попова Михаила Васильевича за невыполнение за невыполнение решения суда. А вот то, что я-то думал, что я вас мучаю, а это вы просто меня затягивали в эту систему, получилось, что я столько раз всяких вас мытарил, что у вас накопился на целое уголовное дело материал. Вот я этим воспользовался в свое время, когда мы «Народная правда», газета судилась с комитетом по печати, который не давал нам льготы по аренде. И мы начали, возбудили уголовное дело. Но это очень не хотят возбуждать, вот так не хотят. Так не хочется им возбуждать. А вот если по Мавроди уголовное дело не возбудили, по Мавроди делали так, раз тысяча рублей, два тысячи рублей и принудительные работы. Это могут служить судебных приставов. Он посидел 11 дней, ну, что-то там поподметал, а миллиарды его. Никто у него ничего не забрал, ничего у него не забрали. Вот он миллиарды у людей взял, а уголовное дело не завели. И делают вид, это я вам по секрету рассказал, подружили. Но чтобы это не было секрета только для вас, то я немножко более широко это рассказал. То есть вообще, если не выполнено решение суда, то надо возбуждать уголовное дело. И должен был бы сидеть, возбудили уголовное дело, и в уголовном деле можно, а, так сказать, требовать его заключения в тюрьму, и, б, гражданский иск одновременно с уголовным делом, что все это конфисковать, то, что он разворал у людей. Или вот Полонский, не слышали такого, который они с приятелем 6 миллиардов с лишним собрали москвичей, потом он куроресил в Камбодже, а потом оттуда его выслали, он хотел получить гражданство в Камбодже, а ему говорят, давай миллион долларов, и тогда получите гражданство, мы вас спасем от российских властей, он говорит, не дам, и там стал хулиганить, тогда они его там арестовали, и отдали российскому правосудию, и что с ним делает российское правосудие? А ничего. А что этим людям, вот это я, мы с вами 5 тысяч говорим, 6 миллиардов Полонский со своим приятелем забрал и выступает, пожалуйста, по интернету, я вот видел эту передачу, он теперь выступает в дискуссиях, разъясняют всякие политические, экономические вопросы. Ну человек, у которого есть 6 миллиардов, почему не поразъяснять вам какие-нибудь экономические, политические вопросы? Или еще один артист, художественный руководитель Малого театра нашего, оперного. Кто такой? Деятель культуры. Раньше он занимался, бананы привозил сюда. Банановый король. Ну вот он 4 миллиарда взял у Сибербанка, так и не отдал, организовал банкротство, а в трамвае висят объявления, если вы хотите, у вас, допустим, долгов, обрана там на миллион, два, три, четыре, банкротство, платите 60 тысяч, и мы вас обанкротим. Организуем вам банкротство, юрист этим занимается. Вы же не знаете, как себя обанкротить, а он вам знает. Ну 60 тысяч давайте вперед. Причем первая часть, взять у вас 60 тысяч точно получится, а вторая часть обанкротить. А что такое обанкротить? Обанкротить – это значит, вот сейчас я у вас возьму по тысяче рублей, да, у двоих, будет две тысячи. Только я возьму, сейчас залыву просто сюда, в себе, в кошелек, а потом сделаю грустное лицо. Я скажу, вы знаете, я обанкротился. Это что значит? Все? Это значит, я вам не отдам. Но для того, чтобы я вам в правовом отношении имел право не отдавать, надо, чтобы это банкротство признал суд. Поэтому я в суде это вам решить. Вот вы мне дали по миллиону, а я пошел в суд. И суд по каким-то причинам, в том числе потому, что я большие суммы денег заплатил адвокатам. Почему не заплатить этих двух миллионов я потратил 500 тысяч на оплату адвокатов? Вы выиграли у вас, а вы не потратили. Что у вас этих денег нет, потому что я у вас их забрал. Ну так получилось, что у кого деньги, неважно, как они оказались у меня, вы мне их дали. А теперь я за ваши деньги нанял адвокатов, чтобы суд меня обанкротил, а значит освободил от того, чтобы я вам отдавал. То есть теперь вы должны меня пожалеть, потому что я обанкротился. Дайте мне еще денег, пожалуйста, поскольку я обанкротился. Мне надо покушать. И не дадите, что ли? Да чего злобный народ пошел? Вот картина. То есть это вот мы с вами рассмотрели вопрос о праве и проиллюстрировали, что означает, что право есть, возведенное в закон воля господствующего класса. А в следующий раз, то есть 16 числа, мая, теперь у нас вы отдыхаете от моих лекций, я чувствую, народ уже устал, просто мучается. А 16 мая мы рассмотрим вопрос о нравственности и морали. И надеюсь еще о культуре. Может быть, и о нациях поговорим. А цивилизацию придется самостоятельно изучать. То есть у нас последнее занятие 16 мая с вами. А потом уже экзамены в июне. Да, и по книге, и по лекциям. Вот они весь, иди висят и за этот год, и за прошлые годы. Там вы уже фигурируете. Видели, нет? Ну, вы уже, можно сказать, медийная фигура. Как вам теперь уже я даже и не могу поставить плохо, потому что вы как бы тут все видят, что вы замечательные студенты, отлично занимаетесь. Нет, там другому пишут. Пишут, что на главу, она идиот. Это они пишут, а вот непредвзятый человек смотрит. Еще один даже меня в контакте нашел и написал мне в контакте. Можно? Хорошо. Да, все. Спасибо. Всего вам доброго. До встречи с наступающими праздниками. С Днем пролетарской солидарности. С вас. 1 мая. С Днем праздника. С Днем праздника. С Днем праздника. Спасибо. 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 Спасибо.